Всем привет, друзья! Наконец-то мы с вами увиделись и будем сегодня говорить о чем? Мы будем сегодня разбирать статистику Wildberries одной из очень крутых категорий. Я думаю, так как вы уже успели заработать денег на что? На вот этот X5, который там проезжал, проезжал у одного, у второго, у третьего, у четвертого. И я надеюсь, что уже товары приехали к вам, вы попробовали и заработали свои первые деньги. Возможно, кто-то заработал себе уже на X5. Что же лучше всего продается на Wildberries для автомобилей? Сегодня вы это точно узнаете. И уже завтра вы можете начать свой бизнес на автоаксессуарах на крупнейшем российском маркетплейсе Wildberries. Либо вы можете начать бизнес на крупнейшем украинском маркетплейсе Rosetka. Либо, например, на Amazon. Или на польском маркетплейсе Allegro. Ну, в общем, где угодно. Почему? Потому что статистика обычно, если показывают хорошую статистика на одном маркетплейсе, значит, этот товар будет продаваться хорошо и на другом маркетплейсе. То те товары, которые я увидел, меня даже удивили. Я думаю, что вас тоже удивят. А разыграть ли мне сегодня 100 долларов? Звезды говорят нет. А разыграть ли мне среди тех, кто смотрит выпуск, 100 евро? Не надейтесь. Давайте еще что-нибудь, друзья, разыграем сегодня, раз так. А разыграть ли мне личную консультацию Артема Степанчука на полчаса на тему бизнеса с Китаем или на тему продажи товара на маркетплейсах в Zoom? Без сомнений. Друзья, значит, решено. Шар-предсказатель нам сегодня помог. Поэтому сегодня розыгрыш. Нужно сделать простые действия, о которых я расскажу в конце выпуска. Поэтому обязательно дождитесь конца выпуска. И посмотрите вот про те товары, автотовары, которые я сейчас буду вам рассказывать. И буду показывать на пальцах, как люди на товарах для автомобилей зарабатывают бабки. Вам будет полезно, поэтому поехали. Первое место, конечно же, особо меня не удивило. Это автодержатель, автомобильный держатель для телефона. Знаете, что меня удивило? Меня удивило то, что эта категория не такая уж и заполненная на данный момент на Wildberries. Ну да, Wildberries еще является таким голубым океаном. Еще не все категории заняты. Так вот, обратите внимание. Одна из самых популярных позиций, которая продалась, на секундочку, 20 тысяч 100 раз. Так вот, вдумайтесь, посмотрите. Видите сейчас на экране? С 20... С какого числа не было в наличии этого товара? Где-то с 27.12, с 27.12 по 28.01. То есть, почти, не почти, а целый месяц этой позиции не было. Сколько она продавалась, когда она была в наличии? 156 штук в день. 321 штука в день. 246 штук в день. 245 держателей в день. 294. 22-го, 12-го купили. 290. Ну и так далее. Как вам? Почти там 300 штук каждый день покупают только с этой карточки товара. Вот этих держателей. Их купили 20 тысяч, если быть точным, 20 тысяч 100 раз. И это только одна позиция держателей в авто. Понимаете? Это только один вид. Кстати, обратите внимание, когда будете разбираться в автомобильных держателях, что они есть разные. Они могут крепиться там на присоске, к стеклу, внутри самого автомобиля. Либо, как вот этот, например, он крепится на решетку вентиляции. Либо еще говорят на дефлектор, если я не ошибаюсь. Вот она крепится именно на решеточку. Видите, да? Вот на картинке. Так вот. Что же можно на этом заработать? Точно такой же дефлектор стоит 1 доллар на Alibaba. Я так понимаю, ребята здесь нормально так прикуривают. Продав 20 тысяч штук, минимум бакс они там зарабатывают. Вот минимум 20-ку они подняли на только одной позиции на держателях для автомобиля вот этой модели. Двигаемся дальше, друзья. Защита спинки автомобильных сидений. Я сначала прочитал, думаю, а что это вообще такое? Защита спинки автомобильных сидений. Как вы думаете, что это? А это вот такая вот фигнюшка. Смотрите, просто вы одеваете, если у вас сзади едут дети. Может быть, друзья такие ездят у вас, конечно, которые так ногами делают. Уже целый час они пачкают мне сидения. Так вот, если такие есть, то вы можете купить себе вот такую вот штуку. И у вас сидение всегда будет чистое. Вопрос, сколько на этом зарабатывают? Обратите внимание, 35200 раз купили эту защиту спинки автомобильных сидений по 140 рублей. Заходим на Alibaba. Подобная вот защита стоит 35 центов. Для тех, кто не шарит, я немножечко там расшифрую. Давайте в долларе. Итак, 140 рублей это ориентировочно 1 доллар 89 центов. По 35 центов они стоят на Alibaba. То есть, если мы посчитаем, ориентировочно около 1 доллара зарабатывают на вот этой защите. Сколько же продали этой защиты? Ее продали 35200 раз. Просто на этой защите кто-то поднял себе 35 штук баксов. Неплохо, да? Давайте дальше разбираться, что еще продается в автомобильной теме, что в топе. Так вот, багажный карман. Обратите внимание, сколько его купили. Этот багажный карман в автомобиль, вот такая вот штука, стоит 125 рублей. Да, его купили 32600 раз. Это только на одной карточке, понимаете, да? То есть, если там есть несколько карточек на Alibaba, то это купили там 100 тысяч плюс таких карманов. Значит, нужны такие карманы, наверное. Не знаю, там Петрович, Иваныч себе обязательно этот карман сделают. И едут, и уверены, что у них там все хорошо, ничего не болтается. Огнетушитель на месте. ВДшечка есть. Обязательно она там нужна. Это да. Зашел быстренько, нашел вот одну из позиций. Я думаю, что, честно говоря, это даже дорого. 75 центов для такого кармана. Думаю, что можно, если порыться, найти дешевле. Ну, представьте, сотни тысяч там продаются вот таких вот карманов. Дальше двигаемся. Автомобильный ароматизатор. Продается там ориентировочно 40-50 штук в день вот эта позиция. Ее продалось сейчас в этой карточке 18900 раз по 110 рублей. Это 1 доллар 49 центов. Сколько же стоит такой ароматизатор на Alibaba? Он стоит 29 центов. То есть, полтора бакса, 29 центов. Понятно, что где-то пол доллара ушло там на логистику, на доставку этого ароматизатора. То есть, доллар кто-то зарабатывает на ароматизаторе на одном виде, я так понимаю. Их же очень много разных там ароматов там и так далее. Вот представьте, 18900. Это означает, что 18900 долларов кто-то поднял на ароматизаторах. Двигаемся дальше. Что продается еще на Wildberries? Фара светодиодная мини. Да, лупит, конечно, круто. На 16 диодов каждый день ее покупают по 40, по 30, по 70. Ну, то есть, в среднем где-то там 40-45 штук покупают каждый день. Это вот такая вот штука. 390 рублей. Просто вот такая вот запчасть. Можно зарабатывать даже на таких вещах. А что еще продается на Wildberries? Вкладыш для новорожденного в детское автокресло. А это что? Это не сидение такое для детей. Это вкладыш. Обратите внимание. Такая вот штука. 200 миллиметров на 58 миллиметров на 220 миллиметров. Это стоит 166 рублей. И это, блин, купили 31 тысячу раз. Вот этот вкладыш. У меня трое детей. Я впервые вижу про такой вкладыш. И еще на этом кто-то заработал. Вдумайтесь. Реально. Вот кто тоже впервые увидел, что есть такая штука? Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, а сколько есть вещей, которые в мире продаются, и не вы, не я об этих товарах не знаете. И нужно сидеть, изучать. Можно найти какую-то прикольную тему, на которой можно круто зарабатывать. 31 тысячу сто раз купили. То есть в любом случае, бакс здесь кто-то зарабатывает. А то и два на вот этой штуке. Блин, ну это просто поролон какой-то. Два умножить на 31, 62 тысячи долларов. Ну это нормальная, так сказать, тачка. Станция шеринга пауэрбанков, которую можно устанавливать в любой точке мира. В ресторане, баре, на ЖД вокзале, в кальяной. И зарабатывать на этом. До 50% человек, который покупает такую станцию, от оборота зарабатывает и каждую ночь получает эти деньги себе на счет. Что нужно, чтобы купить себе такую станцию? Просто перейти на сайт по ссылочке. Это один из моих проектов. И заказать себе такую станцию, став дилером-инвестором. Эта станция станет вашей навсегда. И вы сможете зарабатывать на этом деньги на автомате. То есть она по факту как печатная машинка, которую устанавливаете в любой локации. Вы можете купить себе одну, две, пять, десять. Либо стать нашим вообще эксклюзивным дилером в каком-то городе. И они будут печатать вам деньги. Вы можете зарабатывать деньги на автомате. Вот такая вот штука. Надеюсь, было полезно. И сейчас переходим к следующему товару. Следующий товар, друзья, на который я хочу обратить ваше внимание, это пылесос автомобильный. Каждый день продается этих пылесосов. Обратите внимание, по сколько? То есть по 40, по 60 штук, по 80 штук, по 40, по 30, по 20. Есть, когда он заканчивается в наличии. Это тоже, кстати, хорошо. Обратите внимание, и вы сможете вовремя со своими пылесосами попасть в топ и уже его не отпустить, иначе классно зарабатывать. Вот такой вот пылесос купили более 5500 раз. Он стоит 2800 рублей. Да, возможно, это какой-то бренд, но мы же знаем, что он делается в Китае. А это значит, что вы можете найти такую же фабрику и производить подобные пылесосы. Если мы посмотрим сейчас на Alibaba, то мы увидим, там цены 4,9 доллара. Есть там по 13 долларов, вот есть по 3,98, по 2,45. Вот есть 4,9 доллара. Обращаю ваше внимание именно на этот пылесос. Он на самом деле топ, потому что именно такой пылесос есть у меня. И если вы посчитаете математику, этот стоит 4,9 оптовая партия, а вот этот стоит 2831 рубль, 2831 рубль это 38 долларов. А это, друзья, означает, что можно на этом неплохо заработать. При том, что пылесосы вот такие, вот именно вот эта модель 4 доллара 90 центов. Чем он хорош, этот пылесос? Он хорош не только для автомобилей, он хорош и для дома. Именно вот эта модель. У кого есть дети, которые часто постоянно что-то там у них падает, что-то рассыпается. И иногда это что-то рассыпается на диване. И очень удобно убирать за детьми. Следующий товар, обратите внимание, органайзер в багажник. Вот такой органайзер в багажник стоит 1200 рублей. Купили более 4300 раз. Захожу на Алибаба. На Алибаба этот органайзер стоит 3 доллара 98 центов. То есть, если мы будем считать математику, 1200 рублей. Это 16 долларов 25 центов. Получается, если мы не считаем логистику, то x4. Если посчитать логистику этого товара, ну пусть там он еще доллар-полтора будет там стоить логистика. Но минимум там где-то 3-4 бакса зарабатывает человек на вот этом товаре. Продали 4300 раз, то соответственно, где-то заработали на нем от 13 тысяч долларов до где-то там 19 тысяч долларов заработали просто на вот этом товаре. Неплохо, да? Двигаемся дальше, друзья. Автомобильное зарядное устройство на 2 выхода. То есть, соответственно, можно там вставить 2 шнура. Сколько же их продаются каждый день? Ну, каждый день их продается там по 20 штук, по 15, по 30 штук, по 28 и так далее. Сколько его купили? Купили более 8400 раз. 357 рублей. Это ориентировочно 4 доллара 83 цента. И если мы посмотрим на Alibaba, примерно около доллара стоят подобные штуки. Даже за доллар здесь с электронным табло. Видите, да? Вот с электронным табло. Вот 89 центов стоит. Или вот доллар, например, тоже, кстати, прикольный. Полтора-два бакса здесь тоже люди зарабатывают на вот таких вот держателях. 8400 раз. Если доллар, то кто-то заработал около десятки. Если два, то около двадцатки. Следующий товар, друзья, это вкладыш для автодокументов. Я, честно говоря, думал, что это гаишники на этом зарабатывают. А оказывается, на Valboris какие-то предприниматели зарабатывают. А может, это гаишники и предприниматели зарабатывают на самом деле. Вы плевые деньги. Да вы плевые бабки, ты ешь. Честно, даже не мог подумать, что эту штуку так много людей покупают. Обратите внимание, каждый день ее покупают. Там 20, 30 штук, 35 там и так далее. И смотрите, сколько ее купили. Купили более 9900 раз этот вкладыш для автодокументов. Обычный вкладыш. Без всяких наворотов, без кожи, без крокодила. Просто обычный вкладыш. И кто-то на этом делает деньги. Какую-то десятку, пятнашку какой-то человек сделал на вот таких вот штуках. Ну, а может, гаишник, конечно, не знаю. Ребят, не забывайте писать комментарии под выпуском. Если вам интересно то, что я вам показываю, полезно и, возможно, кто-то из вас продавал автотему и знает какие-то тоже топовые товары, поделитесь, пожалуйста, что вы об этом думаете. Следующий товар, друзья, это табличка для авто, когда можно записать свой номер телефона. Вот таким образом она выглядит. 1100 раз купили. Таких карточек, в принципе, на Wildberries достаточно. То есть где-то их там 1010 на Wildberries купили. Сколько стоит подобный товар на Али? На Алибаба стоит порядка 70 центов, 90 центов этот товар. Ребят, а иногда, знаете, бывает, выйдешь на улицу, смотришь, блин, а там какой-то придурок поставил машину и невозможно выехать. Вот знаете, бывают такие ситуации. Так вот, этот товар в топе на Wildberries и во многих карточках. И вот этот, например, в листе ожидания. То есть он закончился. Его купили более 1100 раз. Это значит, что его кто-то просто привез, там, какую-то тысячу, там, полторы и продал. Соответственно, ждет. Видно, да? То есть он закончился, этот товар, 29.01. Вот он закончился. А так до этого тоже его долго не было. То есть его кто-то подвозит по 300 штучек, наверное, у кого-то просто денег не хватает, по чуть-чуть раскачивают и не ожидают, что столько будет продаваться. Смотрите, по 80 штук в день, видите, продается этот товар. По 80, по 70, по 40. Ребят, розыгрыш. 20-минутная консультация моя в Zoom на тему маркетплейсов, либо закупки товаров в Китае, либо все вместе, либо просто по бизнесу. Что нужно сделать, чтобы выиграть мою консультацию? Нужно просто в комментах написать. Хочу консультацию. Среди тех, кто напишет «хочу консультацию» и обязательно подпишется на мой канал, я разыграю эту консультацию ровно через неделю в 15.00 по Киеву, в 16.00 по Москве. Победитель, жду тебя на Zoom. Ну а, друзья, кто не сможет победить, я желаю, чтобы каждый из вас уже в ближайшее время сделал деньги на товарах для автомобиля, которые круто продаются на Wildberries. Скоро увидимся. Кайшева.